Народный спорт в Латвии возвращается в ту форму, в которой он был до COVID-19, говорят организаторы Рижского марафона, который пройдет 6 и 7 мая. В нем примут участие около 25 тысяч бегунов. Иностранцев много, будет где-то 2,5 до 3 тысяч. Большинство из Великобритании, из Эстонии, из Литвы, конечно, тоже из Германии и Финляндии. То есть это наша пятерка иностранцев, но, конечно, большинство из Латвии. Я думаю, самая-самая большая новинка, то, что этот марафон будет как генеральная репетиция для мирового чемпионата по бегу. Это очень большое достижение для Риги, что вот такое мероприятие будет. В первый день 6 мая пройдут мероприятия детского дня Рижского марафона и забег ДПД Миля. В воскресенье 7 мая пройдут марафон, полумарафон и забеги на 10 и 5 километров. В Рижском марафоне примет участие и латвийский бегун на длинные дистанции Дмитрий Серегин. На его счету рекорд Латвии в полумарафоне с временем в 1 час 4 минуты и 23 секунды. Полумарафон. На данный момент моя основная дистанция, поэтому выбор был очевиден. Я хочу улучшить свое личное достижение, побить свой личный рекорд, который на данный момент является также рекордом страны. Поэтому можно убить два зайца одним выстрелом и я попытаюсь это сделать. Участвовать в Рижском марафоне будут не только профессиональные бегуны или любители, но и люди с ограниченными возможностями. Новички этого марафона – команда социального предприятия «Либерейтед», в которой люди в инвалидных креслах и их помощники побегут дистанцию в 5 километров, чтобы поддержать социальную компанию о необходимости функциональной одежды и аксессуаров для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поддержать компанию сможет каждый желающий. У предприятия будет свой пункт с палаткой, где можно будет сделать пожертвования. «Либерейтед» – это на английском как «свободен», и это нам очень важно. Эти люди должны быть свободны и где поехать свободны в одежде, свободны в своих мыслях, как и мы все. В нашей команде сейчас приблизительно около 50 людей в коляске будет на 5 километров дистанции, и это только начало. В следующем году будем побольше, и люди будут из Резыкне, из Кулдыга, Рауна, Цесси, Смилтоне, Рига, Юрмала, Ялгова, очень от многих городов. Одной из участниц марафона от команды «Либерейтед» будет Диана Поноскова. Для нее это уже второй марафон. В этом году я сама проеду 5 километров с поддержкой ассистента, который будет рядом бежать, если что-то случается, чтобы он немножечко мог мне помочь. Но 21 километр полмарафона я вместе со своим ассистентом, который будет всю дистанцию мне помогать, ассистировать, мы вместе эту дистанцию будем преодолевать. Если честно, мои друзья всегда говорят, Диана, ты когда куда-то едешь, мы до тебя докричаться не можем, не можем остановить себя поприветствовать, потому что я очень быстро передвигаюсь, это какой-то мой внутренний темперамент меня так вперед гонит. Организаторы приглашают посетить марафон всех желающих, чтобы поддержать бегунов. И напоминают, часть главных рижских улиц на выходных будет перекрыта. Поэтому поболеть лучше приходить пешком, приезжать на велосипеде, скутере или общественном транспорте. В его работе, кстати, тоже будут изменения. Организаторы призывают пользоваться приложениями Waze и Remerigo Marathon, чтобы следить за движением. Эмилия Гаспарян, Петерис Баркевич, РУС, ЛСМ. Продолжение следует...